коллеги добрый день сегодня продолжаем наше изыскание по поводу этого изделия изделие номер 0 дальше какие у нас действия это был прототип его собрал из того что у меня было это было распечатано это уже было распечатано из того что было мы собрали посмотрели получилось что это все дело весит в районе одного килограмма верхняя часть весит 400 грамм примерно на верхняя часть нижняя часть это батарея с кейса висит еще практически 400 грамм ну и все остальное дополнительно тянет короче килограмм чуть больше килограмм этот мотор тянет на 10 дюймовом пропеллере 700 грамм в принципе это обечайка тоже под 10 дюймовый пропеллер было распечатано 700 грамм и как понятно что это недостаточно для такого объекта мотору заказал другой который тянет на 12 дюймовом пропеллере 2 килограмма принципе уже запас двукратных принципе уже можно запускаться до но запас двукратный но хотелось бы во первых не отказаться от этой защитного этого кожуха как канал нифига не работает особо не прибавляет в тяги а вот как защитный для тестовых запусков ну мне кажется то что нужно наши пропеллеры пропеллеров просто не хватит заказных это раз то есть нужно увеличить эту обечайку до 12 дюймов до 12 дюймов диаметре сейчас 10 при увеличении естественно увеличится вес а нам нужно наоборот вес уменьшить то есть классическая задача теория решения и запятательских задачи противоречия нам нужно увеличить размер но при этом уменьшим вес но это достигается чем во первых мы поменяем материал это пэдг это лишь говорю печаталась для другого это пэдг будет напечатана из sbs и будет напечатана только вот эта часть и задняя часть вот этой части и противоположной не будет просто дырка и будет начата только половинная высота то есть принципе здесь здесь пол высоты она имеет прямой канал здесь изнутри поэтому ему мы его добавим его из пенопласта опять же говорю хочу чтобы здесь оставалось все-таки защитное что-то поэтому верхняя верхняя кольцо из пенопласта вырежем и приклеим поверх пластика пластик будет опять же половины вот до сюда да вот так вот эта часть а с одной и другой стороны потом тут этих вот вещей избавимся эти аппендиксы не нужны алюминиевая балка они весят практически ничего будет начинать отсюда здесь крепление то есть будет внутри вот этой штуки крепление тоже распечатывал наподобие вот такого то есть внутри порезан алюминиевая трубка порезана под определенным углом где-то здесь даже шаблончик был распечатывал вместе с этой с этой шиной шаблончик под который нужно порезать алюминиевую эту балку мы ее порезали согнули воткнули сюда и зафиксировали заклепками в принципе она была нужна для вот этого дела вот так изначально планировалось вот так сделать видимо к этому и придем то есть от всяких вот таких вот креплений мы избавиться и весят порядочно весу нагоняют толку от них мало ну соответственно и крепежа тоже большой избавимся то есть здесь будет вот эта часть избавляемся здесь она будет располагаться вот так и на заклепках закрепали и пошли дальше по идее должно веса стать меньше тарас во вторых вот это все дело же говорю это собралось прототипную на первой версии из того что было хочется более технологично все это сделать от всего этого избавиться на есть композит пластиковый пенопластовый может быть из него соберу а может быть и распечатать он посмотрим вот и плюс этом кидал клич один человек откликнулся с ним пообщались по поводу пилотирования дрона сцен низким центром ас мы к с ним пришли к выводу что для того чтобы можно было спокойно управлять этим изделием двух противоположных рулей должно быть достаточно чтобы компенсировать кручение эти два руля например они лево-право делают эти компенсируют включение если нужно вперед-назад да эти становятся компенсаторами эти управляют вперед-назад да сразу хочу наверно было это сразу сказать там были комментарии язвительно по поводу того что дрон будет плохо управляем и это не дрон не для того чтобы участвовать в гонках этот дрон для того что просто проверить гипотезу о возможности создания дрона на одном пропеллеры и насколько он будет энергоэффективен то есть у меня здесь батарея вот четыре с половиной тысячи миллиампер часов трехбаночная посмотрите сколько на трехбаночной батареи тот мотор будет висеть вот если будет полчаса в районе получаса все это в районе получаса будет держать батарея все это изделие тоже уже нормально можно будет увеличивать батареи я сказал что тут двоекратный запас будет по тяге но мы еще уменьшим вес надеюсь грамм до восьми стать ему вещи вообще будет супер чтобы еще было полегче и можем чуть тяжелее больше батареи поставить побольше амперов ампер часов так что ну все рассказано еще плюс ко всему систем что диаметр обечайка увеличится нужно будет увеличивать диаметр размер вот этих вот ребер соответственно размеры рулей тоже можно будет увеличить пропорционально посмотрим если их не будет хватать будем увеличивать так вроде все сказал это наш план на ближайшее время сейчас нужно пока мотор идет вроде там доставка быстро но он еще идет сейчас нужно подготовить все пластиковые вещи так ну вот 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 наша сборка в общем что нам нужно сделать нам нужно избавиться от вот этих вещей всех вот эту вещь вот эту вещь вот эти две они нам не нужны мы можем сделать remove можем сделать деле если мы сделаем remove то мы видим наше действие отобразилось timeline мы случаем можем вернуться или отменить это действие но по факту мы якобы удалились мы их удалили через дилет тогда никого в таймлайме ничего бы не отобразилось через дилет обычно убирают ну такой вообще не нужно не нужно систем что это связанный связанные компонента которая слинкова на с внешним файлом то изменения но можно будет делать только здесь хотя вот здесь есть такая прошлый раз я не показал вот такой карандашик называется edit in place то есть будем редактировать прям здесь если нажать то сам рефреск аутов дэйт то есть если нажать здесь появится синий окошко синий каём очка и будет будет возможно редактировать прям внутри сборки всей сейчас сейчас происходит синхронизация между двумя файлами потому что у меня была не синхронизирована дон шоу мяки вот видите синяя появилась синяя каём очка легка на цветах бирюзовой да и таймлайн у меня стал таймлайном из этого файла и вот так кажется что это channel v4 я его редактирую то есть я могу здесь прям редактировать внешних компонентов я просто выделать не хочу and edit in place нажимаем все я это делать не хочу будем делать здесь чтобы не отвлекаться итак нам нужно сделать две вот такие вот две вот такие вот заготовки с двух сторон а потом мы их склеим с помощью пенопластового сверху пенопластовые обечайки ну такой такой план а как получится не знаю это раз во вторых нам нужно увеличить радиус радиус вот этого всего дела сейчас радиус 130 миллиметров это 13 сантиметров она нужно до сколько получается до 16 увеличить можно это делать с помощью уже твердотельного моделирования то есть делать модифа я бы бы скейл то есть мы с келем вот это а поинтом должно служить нам центральная часть ажи по центру стоит да то есть поинтом это служит это скейл и мы можем сделать здесь например 10 процентов добавим так нужно добавить три сантиметра три сантиметра это 25 процентов того у нас получается здесь радиус на 100 практически попали на 2 миллиметра не попали но это не совсем научный подход сейчас сидеть вымерять насколько пуске лет нужно и тому подобное тем более тут нужно половину порезать поэтому я вот такие вещи делать не очень люблю тем более и так может делать тогда когда нет timeline у меня timeline 200 есть так у нас есть все чтобы с перемоделировать единственно что нам нужно это чуть исправить данный профиль мы его исправляем заходим скетч который профиль данный моделировал мы ставим вот отсюда отсюда линию 180 градусов из горизонтальную и вот и вот эту линию мы делаем конструкционный шапанове мешало все так профиль готов котором будем сейчас размножать по окружности единственная проблема что окружность у нас маленькая да мы хотели ее сделать вот этот скетч к окружности 260 а нам нужно 320 320 миллиметров это мы увеличили финиш скетч теперь теперь мув 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 строго по осям и доводим мы до минус 30 да и нужно подогнать еще будет проекция спроекцировали слинковали окей а теперь мы говорим что вот эта линия должна вот здесь быть сможет смог молодец смог только развернул чудо значит это должно быть горизонтально вот у нас получается вот такая вот вещь дальше мы придвигаемся на следующие следующие инструменты следующее действие теперь он не знает какой профиль нам своих делать на миссинг профайл суд написано мы выбираем который профиль вот по он знает хорошо только нам нужно сделать его не полностью дистанция не один нам один не нужно нам нужно четвертинка это 25 процентов половина до первым делим на два делим на два все четвертинка все где будет вот далее у нас здесь сплит канал это нам не нужно все остальное на в принципе не нужно поэтому говорим делит о фьючерс of the history маркер все что располагалось располагалось после history маркера все фьючерс все действия они были удалены теперь как вы видите мы неправильно расположили это фронта за самом деле должен быть вид сверху дать должен быть топ для этого делаем set current view из топ так кроме одной части мы еще должны вторую же сделать да мы ее делаем просто включаем origin то во-первых нам нужно выровнять относительно арижина вот это все дело construct point 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 и центров цел циркала стекла сфер торус выбираем просто вот и он точку поставил окей все . если от центральная точка вот это окружности мы ее смещаем гримов ну в тайп бубу да вот это давай вот вот она есть сразу выбрался . и мы ее просто перемещаем вот в эту сюда и это сюда же это мы разместили теперь она уже вторую часть вторая часть теперь делается очень легко мы говорим крыльт миров миров боди ставь боди выбрали миров плейн вот это панель окей то теперь теперь все четко чтобы не истерили за этот верх холм фронт райт все четко стоит сохраняем кейс сохранили ручки сохранили сборку принимаем все изменения сборки так все приняли передвигая сюда history маркер вот момент момент вставки есть все остальное можно удалить тоже все история все не нужно удалили так продолжим теперь нужно ставить мотор который мы смоделировали уже и пропеллер мотор и пропеллер и тут я вспоминаю что заказал то я 11-дюймовые пропеллеры они 12-дюймовые в общем пока оставляем наш мотор insert into current design есть вставили и вставляем пропеллер тоже insert вставили так мы на подправить наш канал так делаем его для 11 дюймов да это значит вот сюда переходим так нам нужно стресс 320 миллиметров до 11 дюймов спуститься до чтобы не конвертировать 11 иначе пишем получилось 279 и 4 добавляем до круглого 285 миллиметров вот так финиш . нужно все подвинуть обратно проекция есть и мух point to point origin point вот это target point главное не выбрать радиус если выберем радиус улетит вот сюда да если выбрать вот эту точку встанет на эту точку подвинулась ok finish sketch получаем 142 с половиной да все это значит точка центра все верно сохраняем сборку обновляем и клей тест вершин него что мы получаем так сейчас разнесем только компоненты так коллеги после того как с моделировалась мне пришел в мотор который заказал вот он он в таком виде то есть у него здесь вал на роторе проходит насквозь крепление снизу сверху прикручивать такой хаб то есть принципе можно его перевернуть прикрепить здесь на крестовину и вот на этот хаб при на навал прикрутить как-то пропеллер но я предпочел делать все штатно но как-то так колечко нужно но в принципе и без креплю без крестовины к балке поэтому балка швеллер 20 швеллер он не намного тяжелее 10 трубы которые я использовал алюминиевую вот тут крепить удобней поэтому сейчас моделируем во первых размеры чуть-чуть не такие по высоте то несколько миллиметров десятка миллиметров присутствует хаб который приподнимает пропеллер вот сейчас это моделируем и ставить его будем на швеллеров этот швеллер общем хорош туда можно вклеить будет прикрепить пенопластовые ребра плюс полукольцо которое здесь будет стоять четверть кольца тоже можно будет прикрутить через него через на болтики не наклепки она была посмотрим вот принципе это небольшое отступление видео снимается долго проект длится долго успел прийти мотор поэтому сейчас под этот мотор сделаем доработки так значит во первых нам нужно размеры подправить у мотора по высоте и хаб добавить можем это сделать как мы делали файле можем сделать прямо здесь нажимаем на edit in place и мотор изолируется и можно его здесь прям редактировать так во первых мы сказали что не будем крестовину ставить и убираем во вторых отсюда до сюда нас 33 и 7 нам нужно добавить 0 6 миллиметра чтобы его же было все правильно я замерил реальные размеры q 0.6 34 и 3 минус 0 14 сотых можно прямо здесь это сделать 0 14 тысячных минус 0 0 14 34 ты это его его размер далее нам нужно сюда поставить хаб который будет приподнимать на который крепится вал для крепления соответственно уже пропеллера значит хаб у нас диаметром 20 миллиметров высотой 7 миллиметров создаем наш здесь скетч сразу нажимаем c 21 миллиметр и высота хаба 7 метров это не кат это не body окей вот такой вот все в принципе все действия над мотором уже совершены можно здесь прям уже начинать проводить швеллер для того чтобы закрепить наши изменения нажимаем and edit in place эту галочку зеленую нажали все все сохранилось нефмон move вверх-вниз так теперь проводим швеллер на котором будет крепится канал убираем на котором будет крепиться наш мотор создаем скетч capture position так r с точкой с центром у нас 20 на 15 20 на 15 есть и спроекцируем нижнюю часть это должно быть у нас по центру во первых есть эта точка должна лежать на этой линии на есть такое дело теперь воспользуемся экструзии и и которая экструдирует только стенки в обе стороны симметрично вся длина 279 у нас было 279 и есть тоже такое дело толщина стенки полтора миллиметра он такой профиль это и есть окей хорошо и вырезаем дно нам не нужно вот такой профиль получился так осталось нам придумать крепление наших нашей обечайки балки с одной с другой стороны в одной из половинок в одной из половинок придумать прикрепление к балке 10 миллиметров так для этого во первых мы здесь не сделали не сделали здесь зазор выделяем все три стороны говорим кью 015 окей вот у нас получился зазор между три десятых миллиметра между от основного размера уже нормально уже пластик встанет будет все хорошо далее нам нужно крепление сюда поставить значит делаем крепление в сборке а потом его перенесем в сам канал для этого увеличиваем делаем экструдирование от исходного размера от этого размера экструдирование делаем 2 миллиметра в бок только new body и 3 миллиметра вверх 3 миллиметра вверх 4 миллиметра здесь вверх тоже new body окей получилось такие вот у нас полосочки выключаем бим выключили и теперь можно обрезали вот наш наше крепление его увеличиваем до сюда join до сюда join хорошо теперь нам нужно как-то их объединить это у нас тело находится в нашей сборке канал находится во внешнем файле ну давайте редактируем если попытаться тело перенести сюда у нас ничего не получается однако есть другой способ modify target body вот этот tool body вот этот операция join окей вот мы видим что здесь появилось у нас новое тело причем часть тела body не новое тело часть тела из сборки переместилась во внешний файл отлично теперь нам нужно просто просто да не просто эту часть экстрадируем экстрадируем чтобы он полностью пересеклось join окей все пересечение есть это все мы удаляем просто все у нас получилось то что нам в принципе и нужно можно добавить здесь филет и здесь тоже филет для большей жесткости все получилось великолепно в принципе вторая часть вот этот body это у нас такой этот самый только развернутый поэтому мы его пока скрываем вот эту часть скрываем и говорим модифы create мир этот body мир plane договорились у нас есть симметрия по нашим главным орижином все тут мы решили правда перед этим нам нужно было отверстие просверлить так прорезаем насквозь окей так добавим тут филетов 1 миллиметр 2 даже может получиться и на этом все наверно с этим узлом мир мир вот у нас их два теперь нам нужно узел сопряжения сделать вот этой балки да и вот этого и этого четверть круга обечайки дело в том что вот 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 именно на этот узел сейчас он будет пластиковый получается то есть все вся болтанка от подвешенного груза будет приходиться вот на этот узел вектор тяги будет начинаться здесь соответственно здесь будет на излом и горизонтальный вертикальный перпендикулярный все изломы которые могут быть они будут находиться именно здесь сейчас пока делаю его пластиковым но я отчетливо себя понимаю что скорее всего это будет у нас значит две балки V-образно перемычено тоже это будет все каркас алюминиевый это все пластиковая деталь будет просто на него надеваться то что сейчас я делаю это не есть хорошая практика но для того чтобы не усложнять просто себе разработку просто протестировать плюс ко всему получается что перевес перевес будет на этой стороне хоть и небольшой но все равно это не нужно в принципе две V-образные балки поперечина это будет гораздо лучшее решение но у меня алюминий нечем спаивать склепывать это будет тяжеловато для такого мотора в любом случае поэтому пока так если будет разрушаться тогда будем думать не если а когда будет разрушаться вот то есть что мы теперь делаем то же самое делаем выбрали да делаем здесь скетч отлично оффсет даже оффсет наверно вот этих трех оффсет трех миллиметровый соединяем получили профиль профиль получили который можно уже заметить что что такое что он получен перпендикулярно наши балки то есть можно спокойно экструдировать его и объединять объединять с это join отлично окей это раз и второе включаем обратно скетч нам нужно вырезать под под балку вырезать обечайку тоже также тоже кат объект канале будет 4 окей все вырезали убираем скетч убираем удаляем ненужное лучше отсюда удалять его бим вот такая вот ситуация у нас получилось опять еще раз повторюсь что здесь скорее всего этот узел развалится но это для тестов для тестов мне кажется вполне нормально мне нужно протестировать как этот мотор поднимет сколько это все будет весит какая-то мотор поднимет все это дело и математику тоже надо протестировать как она отработает включение будущем конечно было бы классно вот это все спаять в единую раму вообще вот так вот такой v-образная рама и на ней все крепится было бы супер для этого нужны специальные средства для того чтобы паять алюминий них нету ну или клепать нотанок на увеличивать вес этого делать не хочется ладно вот таком варианте у нас сейчас все я пошел печатать всем спасибо кто это посмотрел смог осилил экшена мало пока но пока вот так все всем спасибо за внимание всем удачи всем пока пока